Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы начинаем наши беседы по второму посланию к Тимофею Первоверховного Апостола Павла. Второе послание к Тимофею Первоверховного Апостола Павла. Это четыре главы. Первая глава содержит в себе традиционное приветствие. Павел обращается к Тимофею с призывами оставаться верным Христу, всегда придерживаться истины, быть мужественным. Апостол рассуждает о верных и неверных. Вторая глава. Павел призывает Тимофея к стойкости, готовности принять страдания ради Христа. Апостол рассуждает о верности в служении и поведении. Третья глава. Дальнейшее рассуждение Павла о верности. Апостол предсказывает грядущее неверие, призывает Тимофея хранить верность Слову Божьему. Четвертая глава о верности Павла, о его неприятелях и заключительное слово. Время и место написания. Если предположить, что второе послание к Тимофею было написано апостолом Павлом, а это церковная точка зрения, то написано оно было накануне его казни в 67 году. Апостол предвидит свою близкую кончину, сетует, что все ученики его оставили, кроме Евангелиста Луки. Второе послание к Тимофею – последнее из посланий апостола Павла. Значит, оно было написано в Риме. Главная тема второго послания к Тимофею – готовность хранить верность перед лицом надвигающихся трудностей и испытаний. В содержании первой главы после введения, это первый и второй стих, мы читаем об искренней любви Павла к Тимофею, которого он любил, так как отец любит сына. Это третий и пятый стих. О его наставлениях ему, шестой и четырнадцатый, о Фигелии, Ермогении и Анисифории с пятнадцатого по восемнадцатый. И введение, первый и второй стих, читаем. Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа, «По обетованию жизни во Христе Иисусе Тимофею, возлюбленному сыну, благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса, Господа нашего». Здесь мы видим, как и в первом послании к Тимофею, апостол Павел называет Тимофея своим возлюбленным сыном, хотя мы знаем, что Павел соблюдал целебат, безбрачие, настаивая на том, что женатый думает о том, как угодить жене, а неженатый думает о том, как угодить Богу. То есть он воспринимал целебатство, тогда никого в монашество не было, монашество — это позднее явление, как некое преимущество. То, что он был отцом для Тимофея, имеется в виду, он родил его благоествованием своим, как первое послание Коринфянам, 4 глава, 15-16 стих, тот же Павел пишет, «Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов», то есть отцы есть, но их немного, «я родил вас во Христе Иисусе благоествованием, посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Ефимий Зигабен поясняет слова Тимофею возлюбленному чаду, не просто чаду, но возлюбленному за его добродетель. Поясняя слова «благодать, милость, мир от Бога Отца Иисуса Христа Господа нашего», Ефимий Зигабен пишет, «Благодать и прочее, да будет на тебе». Здесь апостол называет благодатью особенную милость, благоволение и заступление свыше, или же здесь, разумеет он, успешность и способность в исполнении добрых дел. То есть благодать нам дается как помощь от Бога для нашего последующего обожения и исполнения закона Божия на пути к таковому. Далее об искренней любви Павла к Тимофею, которого Павел уже назвал возлюбленным сыном своим. Третий, пятый стих. «Благодарю Бога, которому служу от прародителей, чистой совестью, что непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью». То есть подлинная любовь, она имеет такое выражение, особенно отеческая любовь, каковую Павел любил Тимофея. «И желаю видеть тебя, вспоминаю о слезах твоих, чтобы мне исполниться радости, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей, Лаиде, и матери твоей, Евнике, уверен, что она и в тебе». Здесь апостол Павел вспоминает о слезах Тимофея. Возможно, речь идет о слезах обращения Тимофея ко Христу. И хотя есть представление и истолкование, что его бабка и его мать уже были христианами, но есть объяснение, что они не были христианами, они были хорошими иудеями, но это был период, когда является новая весть, новое откровение. И то, как его наставляла бабка Лаида и матерь Евникия, это помогло ему принять христианство, потому что Ветхий Завет свидетельствует о Христе с не меньшим усердием, как и Новый Завет. Иванов, профессор, объясняет, «Осущий в тебе нелицемерной вере, высказывая желание видеть Тимофея с целью утешить его, апостол имел и другое побуждение к этому свиданию. Именно что Тимофей отличался нелицемерным благочестием, наследованным от родителей. «Я же вселился прежде в бабу, то есть бабку твою, Лаиду, и в матерь твою, и в Никию». Здесь профессор Иванов дает постславянский текст. И объясняет, «По всей вероятности, обе эти благочестивые женщины были прежде Тимофея обращены Павлом к вере во Христа». Это одна из версий. Лука, книга Деяний, 16.1, упоминает только о матери Тимофея и говорит, что она была иудеянка, называя ее и бабку Тимофея благочестивыми. Апостол мог приписывать им это свойство не как христианкам только, но и как иудеянкам». Конец цитаты. Это был переходный период, когда прекращалась одна церковь, Экклесия, собрание, то есть Ветхозаветная церковь, и нарождалась другая церковь, Экклесия, собрание, церковь новозаветная. Далее идут рассуждения, наставления. Это 6 по 14 стих. И апостол Павел пишет, «По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение». Мы уже обращали внимание на то, что в первом послании к Оринфянам Павел писал, «Возгревай дар Божий, который дан тебе по пророчеству с возложением рук священства». А здесь по сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. Рукоположение – это не символическое действие, это таинство, которое сообщает священнику дар Божий для совершения пастырских обязанностей. И каждый христианский священник, законно рукоположенный, он имеет связь через рукоположение с апостолами, а через них с самим Христом. Далее. «Ибо дал нам Бог духа небоязни, но силы и любви и целомудрия». То есть мы должны возгревать дары Божии, которые имеем, и помнить, что Бог нам дал духа небоязни, но силы и любви и целомудрия. Сейчас, когда многим кажется, что мир стоит на краю ядерной катастрофы, ядерного Рамагеддона, нам всем нужно стяжать дух Божий, дух небоязни, но силы и любви и целомудрия. Потому что боязливых, как сказано в книге Откровения Иоанна Богослова, учись в озере Огненном. Боязливые – это те, которые более склонны к предательству. Далее. «Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника его, но страдай с благовестием, христовым силою Бога». Вот здесь может объясняться другая причина слез Тимофея. Он мог оплакивать Павла, который находился в узах и которого готовили к казни. Поэтому Павел и пишет ему, что надо не бояться ничего, надо пребывать в вере до конца. И Павел пишет, что хочет видеть его, хотя, наверное, уже догадывается, что время уже уходит. «Мы не должны стыдиться свидетельства Господа нашего Иисуса Христа. Вера в Господа Иисуса Христа как в Бога человека она считается неудобной в нашем мире, даже в некоторых христианских сообществах, особенно вера в Божество Христа признается неудобной для экуменического диалога с иудеями и мусульманами. Но для нас, христиан, это основание нашего исповедания вера в Христа как в Бога, Сына Божия, света от света, Бога истина от Бога истины. И мы не должны сходить с этого основания. Мы должны придерживаться ортодоксий до самого конца и поддерживать других христиан, которые тоже признают Христа Богом и веруют в Святую Троицу, поддерживать для того, чтобы они усовершенствовались в вере Отцов Церкви и приблизились к нам, как и мы можем приблизиться к ним в этом случае, если совместно будем исповедовать ортодоксию Святого Православия. «Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, а узника его». Считали в те времена, что если человек узник, он потерял свою репутацию. И надо сказать, что многие оставили тогда Павла, разбежались, и ему, конечно, было тяжело. «Но страдай с благовестием Христовым силою Бога», то есть переноси все трудности при совершении апостолата силою Божией. «Силою Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен». И 10 стих «Открывшийся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие». То есть с древних времен из века в век люди ожидали пришествия Мессии, и апостолы, и Павел, и Тимофей жили во времена, которые были напрямую связаны с Богом, с Боговоплощением, и вера в Христа как Спасителя, который разрушил смерть явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие, для которого я поставлен проповедником и апостолом, и учителем язычников. Апостол Павел видит для себя преимущество проповедовать Христа, который умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. Собственно говоря, проповедь апостольская, она начинается только после воскресения Христова. Хотя Христос посылал их подвое проповедовать Евангелие, и вы помните, они радовались, а Христос говорил не тому радуйтесь, что духи вам повинуются, а тому радуйтесь, что ваши имена записаны в книге жизни. Но та проповедь была предоглашением, а настоящая проповедь христианства начинается после дня Святой Пятидесятницы, а главное после чудесного воскресения Христа силой Духа Святаго. И апостол Павел благодарит Бога, что тот соделал его быть учителем язычников. Слово язычника в иудейской среде было нарицательное. Это все равно, что если сейчас какой-нибудь священнослужитель будет прославлять Бога, Христа, за то, что соделал его учителем наркомана, наркоманов или учителем алкоголиков или наставником для извращенцев. И то, что кто-то мог тогда почитать за стыд, для основания, для стыда, Павел этим хвалится перед Богом и благодарит его. Для которого, то есть для Христа, действием благодати, я поставлен проповедником и апостолом, и учителем язычников. Он с достоинством это произносит. По сей причине я и страдаю так, потому что даже молиться за грешных людей, за заблудших людей, за язычников, это кровь проливать, а проповедовать им, это бросать вызов самому дьяволу, как бы дергать его за хвост. «По сей причине я и страдаю так, но не стыжусь». Он не стыдится своих ус, то, что он заключен. «Ибо я знаю, в кого уверовал». И вот эти слова, «Ибо я знаю, в кого уверовал» – это девиз нашей сегодняшней беседы, нашей сегодняшней проповеди. Эти слова, они должны звучать из сердца каждого православного христианина, «Ибо я знаю, в кого уверовал». «И уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день». Залог – это обещание спасения, которое мы имеем во Христе и со Христом. И это обещание, как некий залог, который он, Господь, силен сохранить на оный день, то есть на тот самый день, когда мы уйдем к Богу. «Держись образца здравого учения, который ты слышал от меня, с верою и любовью во Христе Иисусе». «С верою» – это о мировоззрениях, «с любовью» – любовь христианская действенная. Это с исполнения заповедей Христа. Поэтому и сказано «с верою и любовью во Христе Иисусе». «Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас». Само наличие Духа Святаго в каждом христианине через таинство конфирмации или таинство миропомазания – это надежда на спасение. Архиепископ Аверки Таушев пишет, «Высказав свою сильную любовь к Тимофею возлюбленному сыну и вспомнив нелицемерную веру бабки его Лаиды и матери Евники, святой апостол Павел напоминает Тимофею возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. Здесь ясно сказано, что в таинстве священства подается рукоположенному особый благодатный дар Божий, а потому глубоко неправы протестанты и сектанты, отвергнувшие таинство священства и тем лишившие себя законного благодатного пастырства, ведущего свое преемство от святых апостолов. Этот благодатный дар надлежит пастырю возгревать, конечно, ничем иным, как огнем пастырской ревностью, добросовестным исполнением пастырского служения». Конец цитаты. Очень интересно то, что Павел вспоминает бабку Тимофея и его матерь, бабка Лаида и матерь Евникия. Павел не вспоминает отца Тимофея, поэтому основание веры Тимофея это не только апостол Павел, но бабка и мать. вот эти две женщины, они вспоминаются. И не только потому, что у евреев принадлежность к народу устанавливается по женской линии, но и потому, что женщине дается возможность, любой женщине дается возможность наставлять ребенка в самом начале его пути. святитель Иоанн Златоуст пишет, «Видишь ли, как он, то есть Павел, выражает, что Тимофей был в великой скорби, в унынии, он как бы так говорит, не подумай, что я презираю тебя, то есть напоминая о твоих слезах, знай, что я не презираю и не забыл тебя. Если никого другого, то вспомни свою бабку и мать». То есть здесь Павел как бы говорит, может быть, тебе недостаточно моего примера, чтобы вдохновиться, вспоминай свою бабку и свою мать. Ведь они были первые наставники Тимофея в вере. И далее Златоуст пишет как бы от лица Павла, «Я знаю, что ты имеешь нелицемерную веру, и потому напоминаю, тебе нужно иметь ревность, чтобы воспламенять дар Божий, как огонь требует дров, так и благодать нашего усердия, чтобы она воспламенялась». Оказывается, воспоминание о наших бабушках, о наших родителях может усилить нашу веру, когда образы, примеры их веры оживают в нашем состоянии. Далее говорится о Фигеле, Ермогене и Анисифоре. Это с 15 по 18 стих. «Ты знаешь, что все осийские оставили меня». То есть, когда его арестовали, многие устыдились его ус и разбежались. В числе их Фигел и Ермоген. «Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не устыдился ус моих». То есть, очень важно не отворачиваться от священников, когда они подвергаются гонениям, взысканиям, оскорблениям, арестам и так далее. И вот в противоположность Фигелу и Ермогену Анисифор это был верный помощник апостола Павла, который не стыдился его ус и продолжал ему помогать. «Но быв в Риме», это послание писалось из Рима, как мы уже знаем, «с великим тщанием искал меня и нашел, да даст ему Господь, обрести милость у Господа вон и день, а сколько он служил мне в Эфесе, ты лучше знаешь». Тимофей, так как он был сработник Павла и в Эфесе, и в других местах, он знал, кто верно служил ему, а кто ушел от него. Итак, сегодня отцы, братья и сестры мы сделали обзор первой главы второго послания к Тимофею первого Верховного апостола Павла. Подписывайтесь на библейский портал Экзагет, чтобы вовремя получать информацию о наших беседах и берегите себя в это тревожное и смутное время. субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok